Добрый день! Сегодня я рад приветствовать вас в сборочном цеху Каменского станкостроительного завода. Сегодня прекрасный жаркий день и у нас в цеху тоже очень жарко. Мы хотим предоставить вашему вниманию лазерный станок Каменского станкостроительного завода серии Laser 1325. Данная серия станков имеет цельносварную раму. Портал и рама станка изготовлена из металлического профиля 120х120 мм в сечении стенки 10 мм, что обеспечивает жесткость конструкции и ее геометрическую точность. Отдельно бы хотелось отметить крепление портала к раме станка. Портал устанавливается на ровную фрезерованную поверхность. Перемещение портала осуществляется по рельсовым направляющим сечением 15 мм. Особое внимание хотелось обратить на крепления направляющих к порталу станка. Они устанавливаются на ровную фрезерованную площадку, а также сверление и нарезание резьб под крепления направляющих происходит за одну установку на высокоточных обрабатывающих центрах ЧПУ, также производства нашего завода. Перемещение оси станка происходит за счет шаговых двигателей, высокой мощностью, имеющих высокую дискретность позиционирования. Как мы все знаем, качественное оборудование начинается с качественных комплектующих. Поэтому на данной серии станков мы установили все по максимуму. Рельсовые направляющие фирмы HiWin, линзы и зеркала мировых ведущих производителей. Чтобы защитить органы управления станка от пыли и грязи, на всех осях установлена гофрозащита, что обеспечивает и улучшает даже внешний вид станка. Скорость, на которой может работать станок, достигает 500 мм за секунду. Все эти показатели достигаются слаженной и грамотной работы всего коллектива нашего завода. Система управления RUID'а удобна тем, что непосредственно на пульте управления можно задавать и редактировать скорость резки, гравировки, также мощность лампы, мощность подачи луча. Все это можно редактировать непосредственно в процессе, либо перед началом работы. Делается это очень просто, непосредственно на простом примере. Сейчас можем это продемонстрировать. К примеру, вот изменение скорости. Также, чем удобна данная система, при векторном резке файла каждому вектору можно придать определенный цвет. И на этот цвет назначить свою скорость и свою мощность. Поэтому при гравировке и резке можно задать в одном файле сразу несколько режимов обработки. Сейчас мы продемонстрируем работу резки лазерного станка на плотной джинсовой ткани. Данный станок можно использовать не только на предприятиях, а также в легкой промышленности для резки и раскроя различных материалов. Запускаем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот как мы видим, все элементы у нас прорезались. Сейчас будем запускать более сложную программу. Вырежем какую-нибудь надпись. Так что продолжаем наши эксперименты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...